Коля с друзьями открыли купальный сезон еще 9 мая, за три недели до официального открытия пляжей. Была прохладинка, с каждым днем становилось теплее и теплее, вот сейчас вообще огонь. Кто-то говорит опасно, но мы чай плавать умеем. Я занимался водным полом два или три года, так что мне без рейтинга. Но когда на пляже появляются спасатели, мальчишкам приходится выйти из воды и в прямом смысле перестать мутить воду. Водолазы будут чистить дно от мусора, но уже спустя полчаса становится ясно, улов будет небольшой. Металл сейчас стоит денег и стараются не бросать его, а как-то прибирать, сдавать. Стройматериалы тоже все используют, выбрасывают, сейчас ненужные самые какие-то, съедят там бумажку, конфетку. Может бутылки тоже куда-то сдает, стало поменьше. Приезжаем периодически, детские купалки вычищаем, проверяем. Может кто-то там праздник справляет или что, оставляет бутылку. У меня даже костюм иногда прорезается, ну то есть подошву, то есть регулярно клеем. А что будет с человеческой ногой вообще непонятно. На верхнем озере Щелковского хутора, говорят водолазы, интересные находки бывают редко. На других озерах иногда даже приходится вызывать полицию. Есть такие озера, на которых железо, сейф, ванны даже были, велосипеды, санки. А? Пистолеты на жир. Ну, пистолеты на жир, да, тоже было. Очистка дна – только первый этап подготовки пляжей. Порядка пяти камазов, это точно, мусор отсюда будет вывезено. До 22 числа мы должны здесь навести порядок, подготовить территорию как по чистоте, также покрасить все элементы, все кабинки, в которых будут переодеваться наши отдыхающие, подготовить туалеты, обработать их, то есть все игровые элементы, завести чистый песок. После Роспотребнадзор возьмет здесь пробы воды и песка. И до 1 июня, когда в городе официально откроется купальный сезон, даст ответ, можно ли здесь купаться. Такую же подготовку проходят все пляжи Нижнего Новгорода.